Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Как вы уже поняли, сегодня у нас с вами будут роллы. Я не считала, сколько здесь всего, но они очень-очень крупные и очень интересные. Посмотрите, какие разноцветные. Такие я никогда не пробовала. Я ужасно голодная. Как же я хочу их есть? У меня прям сердце так бьется. Это любовь, реально. Под последним влогом и вообще под последними видео девочки писали, что давно не было роллов. Я подумала, yes, вы же сами захотели. Так. Рассоединяю. Я теперь дама опытная. Они все, знаете, слегка такие горячие. Так. Первые ты с чем вообще такие? О! У меня прям сердце из груди вышло. Куда ты падаешь? Крупные, очень крупные. В общем, мне нравится вот с этой шапочкой. Давайте вот эти попробуем. Господи, ну что ж вы будете делать, а? Я сильно голодная. Давайте вы не будете меня. Скупался. Господи, ну почему? А все брюки. Еще плюс стул. Весь в соевом соусе. Он развалился. Как назло, я надела розовые брюки. Теперь они у меня все в соевом соусе. Так. Следующий. Макаем аккуратненько. Эти вообще острые. Вот острые я не люблю. Как вы думаете, я смогу это все съесть? Ребята, вы уж меня извините. Я взяла вот такие вот палочки и буду кушать так. В противном случае все разваливается. Я буду делать вот так вот. Это просто разные виды Калифорнии. Но они разваливаются. Это прям такой большой, знаете, минус. Их нужно очень быстро есть. Сверху вот эта шапочка. Очень вкусно. Все они с кунжутом, как я люблю. Впервые пробую подобное. До этого я всегда покупала просто запеченные. Какой взять? Иди ко мне. Если сравнивать вот обычные запеченные, которые я всегда заказываю, эти намного крупнее. Крупнее, и они так быстро разваливаются. Прям сложно. Вот эти вообще очень острые. Где мой сок? Любители острого вам сюда. Нет, в неделю один раз я обязательно должна снимать для вас уже и сама кушать. Хоть они на первый взгляд кажутся практически одинаковыми, я не знаю состав, но они на вкус абсолютно разные. Вот видите, как быстро они разваливаются. Прям малейшего коса недостаточно, чтобы развалились. Вчера с Фатей гуляли. Сняла для вас влог. Сегодня тоже снимаю. Будет неделя влогов. Некоторые пишут комментарии под видео недели влогов, что интересно тебя узнать и с этой стороны, то есть все время привыкла смотреть твои мукбанки. Интересно и про жизнь твою, хочу что-то посмотреть. Так что обязательно смотрите мою неделю влогов. Я забываю, какой из этих роллов был острый, потом опять же беру этот же и понимаю, что ой, да, опять острый ролл. Честно, вкусно нереально просто. Единственное, что раздражает, что они разваливаются. Ну, это Калифорния, вроде так и должно быть, но... Вот. Огурчик здесь. Следующий. Следующий. Еще мне сегодня сон такой, знаете, странный приснился, очень такой неприятный, как будто я была в школе. я не понимаю, что я здесь делаю. То есть, я уже давно закончила школу. Рядом со мной моя одноклассница, еще с Россией. я не понимаю, типа, что происходит. Я начинаю утверждать учителю, что я уже школу давно закончила. она меня не слушает, и типа, я не могу уйти. Потом выясняется, что я поступила в магистратуру. А я типа не хочу. Но я на самом деле не хочу поступать в магистратуру. Я считаю, что пока что мне это не нужно. То есть, если мне по карьерной лестнице, чтобы подниматься, нужна будет магистратура, то есть, тогда и поступлю. У меня как такового сейчас желания поступать в магистратуру абсолютно нет. То есть, у меня есть работа по специальности, я работаю на ней, меня все устраивает. Я не понимаю, как изменится моя жизнь, если я поступлю в магистратуру. Все говорят, что это пустая трата времени. Высшее образование есть и достаточно. Кстати, напишите вы тоже, вам в жизни помогла магистратура, если вы учились? Стоит ли поступать? Может быть, я сейчас не поступлю в магистратуру, а потом я жалеть буду. Так вот, во сне типа я училась в магистратуру, причем в школе. Странно, что это происходило в школе, но все же это сон. Я маме сказала, что я поступила в магистратуру, и мне мама говорит, да зачем тебе это? В общем, интересный сон был. Да, я, конечно, понимаю, что блогерство это не вечно. Нужна какая-то специальность, но у меня стаж работы идет, я работаю, просто у меня свободный график и так далее. Мне все пишут в комментариях, что ты очень быстро кушаешь. На самом деле, я не очень терпеливый человек, и я не могу смотреть видео, которые длятся полчаса, час. Я не понимаю, как это можно смотреть. Я даже захожу в видео, например, мукбанкера, начинаю смотреть от начала, потом чуть-чуть концовку смотрю, но середину все равно оставляю. Вот, поэтому я много чего вырезаю из своего видео, например, процесс, как я жую непосредственно, это я удаляю. Если я долго жую, например. Очень большие роллы. Но вкусные. Вы часто спрашиваете, будет ли еще одно видео с мамой. Да, я хочу снять. Она будет рассказывать истории из моего детства, каким я была ребенком, чем я занималась и так далее. Мне кажется, будет интересно. Только вот что мы будем кушать, я не знаю. Не помещается у меня во рту. Было нереально вкусно, но я уже наелась. Но я каждого вида попробовала. Вот я сейчас сижу и думаю, выкладывать это видео сегодня или оставить его на завтра. Потому что сегодня уже был влог, но я понимаю, что у меня есть огромная аудитория людей, которые именно любят мукбанки, поэтому не знаю. Сейчас сяду монтировать и, наверное, спрошу у вас в своем инста-сторис. Как вы скажете, так я и сделаю. Так что обязательно подписывайте на мой инстаграм, ссылка будет в инфобоксе. Я вас всех очень сильно люблю. С вами Блайка Эмили. Всем пока.